Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надёжные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнёр на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM 13.06 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». Я Анна Лапшина. Приветствую слушателей. Говорю здравствуйте. Гостью нашей студии, директору средней школы посёлка Вахруши. Это Слободской район. Активному блогеру Игорю Олину. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Несколько ваших постов, сразу несколько последних блогерских ваших текстов размещено на нашем сайте эхакирова.ру. Тем нашим слушателям, кто с гостем ещё не знаком, я рекомендую настоятельно зайти и познакомиться с ними. Там же на нашем сайте размещена форма анонса, через который вы можете задавать нашему гостю Игорю Олину вопросы. Эхакирова.ру. Прошу присоединяться. Один вопрос уже есть. Немножечко попозже мы его зададим. Ну и мы отслеживаем ситуацию, поэтому по ходу дела, если вопросы возникают, звоните. И напоминаю, что наша сегодняшняя беседа будет выложена в течение дня на сайте опять же эхакирова.ру. Там можно будет послушать аудио, посмотреть видео. И к вечеру или завтра, может быть, появится расшифровка. Так что для тех, кто любит читать, пожалуйста, присоединяйтесь. Ну, теперь, я не знаю, начнём всё-таки, наверное, и не с вопроса. Начнём с достаточно важной темы, которая обсуждается на протяжении последних двух-трёх недель. Это повышение анонсированной пенсионного возраста. Накануне появились данные фонда «Петербургская политика», который проанализировал, где, в каких регионах и как реагировали местные политики, местные политические элиты на предстоящую эту реформу, как реагировали депутаты законодательных собраний. И Кировская область, вот хоть в чём-то Кировская область вошла в число лидеров. В числе 11 регионов Кировская область среди тех, кто безоговорочно поддержал повышение пенсионного возраста, депутаты Кировского законодательного собрания. Не знаю, насколько это позитивная вещь. Кажется, что, может быть, стоило бы им подумать, но вот люди, тем не менее, приняли такое решение. Как вы его оцениваете, и как вам кажется, почему Кировская область на такой шаг пошла так вот раз и без всяких обсуждений фактически? Учитывая настроение людей, подавляющее большинство которых выступает сейчас против пенсионной реформы, учитывая настроение профсоюзов, оппозиционных партий, которые уже провели в Кирове несколько акций против пенсионной реформы, ещё планируют проводить. Конечно, довольно странно видеть, как наш регион оказался среди тех, кто безоговорочно, да, и среди первых поддержал это предложение, которое явно было вынесено ещё на общественное обсуждение. Мне здесь кажется, очень серьёзная у нас проблема существует. Ну, она не на уровне страны есть, но и на уровне региона. Вот та вертикаль власти, которая выстроена, она, как правило, ориентируется не на людей, которым должна бы служить, а ориентируется на верха, да, на вышестоящих каких-то начальников. И поэтому порою на местах пытаются угадать, или, может быть, чувствуют, что от них ждут наверху. Их не особо интересует мнение снизу, как интересует то, что потом какая реакция будет сверху. Они ждут, наверное, всё-таки от того, что их в правительстве России похвалят. Но были ведь механизмы отказаться каким-то образом вот так яро поддерживать. Многие очень регионы, аккуратно формулируя отказ, говорили о том, что вот мы тут, значит, не можем пока собраться, мы ещё изучаем мнение. У кого-то выбор, например, в сентябре, да, где-то там выборы глав регионов, как в Москве, например, в Московской области, да. Вот. Ну, то есть возможности отказаться были. Тем не менее наши депутаты дружно взяли под козырёк, что не может не огорчать. Скажите, пожалуйста, вот ваши коллеги по педагогическому корпусу, так скажем, как они оценивают предстоящие изменения возможные, что говорят в вашей школе, что говорят в вашей учительской среде, потому что учителей повышение пенсионного возраста коснётся в том числе и вот в аспекте льготной учительской пенсии, да, на которую имел право педагог. Крайне негативно. Основная масса реагирует. А это такое недовольство, оно больше вот в узком кругу высказывается? Или как-то вот ваши коллеги готовы выходить на митинги, протестовать открыто, активно? Ну, пока вот лето, и период-то выбран, да, ещё для проведения этой реформы, период летних отпусков, тем более в школах сейчас все практически в отпусках. Однако после того, как эта новость прозвучала, люди приходили, вот у нас учебное заведение разговаривали, друг с другом общались. Я знаю, что у нас Слободской райком профсоюза, он инициировал сбор подписей, и многие наши коллеги подписывали эти листы, направленные против реформы. Также рекомендовал, что если, я знаю, в Слободском проходила какая-то акция протеста против этих изменений, и в Кирове намечаются, то кто-то у нас и намерен там даже и поучаствовать. Но они не отчитываются, я так понимаю, они сами принимают решения и сами едут. У вас нет такого, что прямо всей школой взяли и поехали? Нет, такого нет, конечно. У нас правком достаточно активное, и всегда занимают такую активную гражданскую позицию по таким ключевым моментам, которые касаются положения учительства. И, конечно, здесь они и высказывают, и будут еще высказывать ее неоднократно. Вот смотрите, ряд экспертов говорит о том, что, может быть, стоило бы обойтись без повышения пенсионного возраста и сосредоточиться на решении других совершенно задач, ну, в частности, например, увеличение количества тех работников и работодателей, которые отчисляют взносы в пенсионный фонд с реальных зарплат, а не с серых зарплат, да, как вот это случается. И повышение вот этой собираемости реальных налогов вполне позволило бы обойтись без повышения пенсионного возраста. Что происходит сейчас с учительскими зарплатами? Ну, то есть вот у вас в школе по ставке что сейчас? То есть понятно, что в школах зарплата белая. Сегодня, да, в средствах массовой информации активно обсуждаются те изменения, которые будут происходить с сентября месяца в системе оплаты труда. Но просто для всех можно сказать, что... Но анонсировано это как повышение зарплаты учителя. Нет, можно сказать, что повышения как такового его не будет. Почему? Не будет, потому что меняется структура заработной платы. Будет повышен оклад, вместо нынешних 7 тысяч он будет составлять 11 тысяч. А фонды оплаты труда у учреждений остаются прежними. Может быть, конечно, на уровне законодательного собрания позднее там будут приняты поправки в бюджет какие-то, да, и мы об этом услышим, но пока мы нигде этого не слышим и не видим, что на какой-то процент эти фонды оплаты труда будут увеличены. А сейчас фактически что происходит? У нас же нормативное финансирование, у нас утвержденные бюджеты на год. И этот бюджет, он пока не меняется. И мы, соответственно, сейчас подаем предварительные расчеты, где старые цифры, и мы просто меняем оклады, и, соответственно, меняем теперь меньшую сторону доплаты и надбавки. То есть те, например, доплаты за стаж, за категорию, если они раньше, ну, там, условно, да, за стаж было 25%, сейчас будут, например, 15%. А это каждая школа самостоятельно может решать, да? Это каждая школа будет решать, да, самостоятельно. Поэтому у нас сейчас и я тоже поручил профсоюзу посмотреть, что и как там можно уменьшить, то есть приоритеты, приоритеты, чтобы коллектив поработал туда, где сохранить приоритеты, где придется что-то действительно урезать. А у вас ведь не маленькая школа, у вас, вы говорили, несколько десятков, да, педагогов в вашей школе работают? Ну да, около 60. Ну, то есть вот не получится так, что все-таки у каждого из них зарплата хотя бы немножечко, но вырастет? Нет. Пока сложно просчитать. Пока сложно просчитать. Я думаю, что она, если у кого-то вырастет, то совсем ненамного, и совсем ненамного у кого-то упадет. Потому что когда оклад увеличивается, ну так заметно... А, то есть будут даже те, кто потеряет? Заметно увеличиваются, выиграют те, у кого меньше доплаты надбавок. Больше становится оклад, проиграют те, потому что будут урезаться доплаты и надбавки, у кого их много. Да, это стажисты, у кого высшая категория, у кого есть доплаты и надбавки за какие-то другие вещи. Они могут сколько-то проиграть. Вот поэтому сейчас это все и просчитывается. Но пока еще все в сыром варианте, и я точно не могу сказать, сколько это в рублях. С какого момента по новой вот этой схеме будет начисляться заработная плата? С 1 сентября. С учебного года, да? С начала, со старта учебного года. Ну и тогда, я так понимаю, что учителя поймут уже, в каком формате будет меняться их зарплата. Получат они больше или некоторые, как вы говорите, получат меньше даже? Ну это будут совсем незначительные перемены. Они каждый год учебные происходят, потому что меняется сколько-то учебная нагрузка, какие-то обязанности меняются дополнительные. Поэтому я думаю, что это довольно безболезненно будет. Вот другой вопрос, что, конечно, когда первоначально эти новости прошли, все обрадовались и ждали, что будет все-таки повышение. И все заметят это повышение. Хоть тысячу к зарплате добавят, но пока мы не ожидаем. Средняя зарплата в вашей школе сколько у педагогов? Если брать то, как она рассчитывается в нашем регионе с учетом выплат коммунальных, то у нас по соглашению с министерством 23.195 на этот год установлена средняя заработная плата. Ну фактически она у нас соблюдается на несколько выше. 23.300, 23.400 вот так вот. А максимальная сколько зарплата? Максимальная она зависит опять же от того, что есть у челя, которых большая очень нагрузка. За 30 часов, даже ближе есть к 40, потому что проблемы кадрового-то не сохраняются. Это мы о том, что не идут молодые учителя в школу. Да, и если у этих учителей, соответственно, и стаж большой, как правило, и категория у многих высшая, то ближе к 30 тысячам есть такая зарплата. То есть больше 30 в школе не заработать? Даже со всеми надбавками? Да, очень трудно. В нашей школе трудно. А где-то в Кировской области зарплату выше 40 рядовой учитель может получить выше 35? Ну мне знакомы такие случаи получали. Ну может быть, знаете, в некоторых образовательных учреждениях, потому что у всех разная ситуация. Есть какие-то были, может быть, значительные фонды для премирования, для стимулирования. Какие-то школы побеждали в грантовых конкурсах лучших школ и так далее. У них была возможность, может быть, она не постоянная, но в какие-то периоды доплатить. И поэтому, да, получали, бывало, что даже 50 тысяч получали. Но это не постоянно, совсем не частые случаи. Это, скорее, исключение из правила. А вот средняя зарплата, она показательна. Ну в районе 20, там 20-25 максимум где-то, да? Да, но это при большой, опять же, нагрузке за счёт интенсификации труда. Опять же, если возвращаться к пенсиям, да, если придётся учителю на досрочную пенсию работать не 25, а, например, 33 года, хотя пока это точно неизвестно, то надо понимать, что человек, там, в 50 лет, в 55, он не сможет вести 36 часов. Это пока ты молод, там, полон сил, тебе 35 лет. Конечно, ты можешь две ставки тянуть, а к такому возрасту уже нет, поэтому... Мы сейчас слушателям поясним, мы должны сделать сейчас небольшой перерыв, мы поясним, почему 33 часа – это большая нагрузка. Игорь Олин, директор средней школы в посёлке Вахруша, активный блогер в нашей студии. Мы продолжаем обсуждать темы, связанные с педагогическими новшествами, новаторствами, и тем, что происходит в педагогической сфере в Кировской области. Ну, вот мы сейчас говорили про льготную учительскую пенсию, срок выхода на который тоже может быть увеличен. Игорь Витальевич сказал о том, что если сейчас педагог может получать, ну, не скажу, что большие, но, по крайней мере, более-менее какие-то ощутимые деньги, набирая на себя повышенную нагрузку, беря двойную-полуторную ставку, то педагог в возрасте 50+, уже не сможет тащить на себе такое огромное количество разных, там, разнообразных вещей, да. Надо просто пояснить нашим слушателям, потому что многим кажется, что 40 часов работы – это, ну, вот, собственно, то же самое, что работаем все мы, да, 8 часов 5 дней в неделю. У учителя вот эти 40 часов нагрузки, они во что превращаются? Ну, все в школе учились, поэтому смогут легко представить учителя, да, своего вспомнить, который приходит на урок и проводит этот урок. Да, и он потом собирает тетради, и потом эти тетради проверяются. И он приходит на урок не просто так, да, у него есть определенные заготовки, он подготовил презентацию, он подготовил какой-то дидактический материал. Затем в классе кто-то, кому-то трудно тема дается, он подходит после уроков, и после уроков они разбирают эту тему, или кто-то проболел, и нужно ее разобрать. Кто-то выбрал экзамены, и, соответственно, он готовится тщательно к этим экзаменам, и он постоянно ходит с консультациями. То есть возникает масса каких-то обязательств, которые очень трудно просчитать вот в нашей работе, да, если человек, у нас педагогическая ставка определена 18 часов, сейчас мало, наверное, кто работает на эту ставку, все в основном больше ведут. Но она не случайно ведь появлялась. Она появилась, безусловно, с расчетами, для того, чтобы учитель нормально себя ощущал, работая вот с теми коллективами, которых он учит, чтобы мог и индивидуально поработать, и все подготовить тщательно к своим занятиям, не отстать от жизни, не отстать от тех новаций методических, теоретических, которые в его предмете происходят, ну и так далее. То есть 40 часов, вот насколько примерно увеличивается вот это вот время, связанное там с какими-то индивидуальными консультациями, подготовкой к урокам? Я правильно понимаю, что если человек ведет 40 часов уроков, то 60 часов как минимум он работает? Положение рабочего времени, времени отдыха учителя, которое сейчас существует, оно считает, что вдвое увеличивается. А, то есть 80. Да, если 40 часов будешь вести, то по большому счету для того, чтобы все выполнить, это вот получится где-то такая нагрузка. 16 часов в сутки, 8 часов на сон остается у педагога. Больше ни на что. Некоторые так работают год, два, три. Но почему и возникает у нас сейчас очень острое, бывают иногда, говорят, проблемы выгорания. Человеку еще 50 лет, а ему уже не хочется идти на работу, потому что он наработался уже до сыта. У него уже психически определенные процессы происходят, когда он уже не горит. Не горит сам-то по себе. Да, вот это выгорание произошло. Это мука и для него, и для учеников. В общем, не очень понятно, конечно, как будут работать педагоги в свете пенсионной реформы, потому что если действительно продлят возраст выхода, в том числе по льготной учительской пенсии, то я так понимаю, что у учителя, который выработался, у него даже этой возможности не будет. Выйти пораньше, уйти с работы пораньше. Да, придется досиживать этот возраст. И это приведет к новым, очень, опять же, острым конфликтным ситуациям, которые будут постоянно возникать в школах. А я правильно понимаю, что если человек уходит раньше, ну, бывают такие обстоятельства, то право на учительскую пенсию он теряет, если он не доработал вот эти, например, не 25 лет, как сейчас, а условно там, ну, вот, продлят, например, до 33, он уходит, он теряет право на учительскую пенсию или нет, если он уходит раньше? Так, тут трудно мне сказать. Ну, ладно, мы запутаемся, наверное, вот эту тему мы еще возьмем более подробно. Хорошо, вот такая тема накануне была заявлена о том, что Кировская область весьма успешно презентовала наш проект. Единые вот эти вот опорные школы, которые формируются, сеть которых формируется сейчас в регионе. Их будет более 50, практически в каждом районе области будет такая школа, которая будет являться центром притяжения, как я понимаю, да, для небольших сельских школ, и опыт Кировской области в этой сфере даже отмечают на федеральном уровне. Я, насколько понимаю, ваша школа работает как раз в статусе опорной, вы сказали. Вот вы как относитесь вообще к вот таким вот новшествам? Мне эта идея нравится вообще-то, она достаточно интересная задумка, и понятна ее цель изначально, для чего это нужно, потому что вот мы создали свой Вахрушевский школьный округ, у нас в него будут входить школы близлежащих сел, Бобино, Шихово, Волково. Детская школа искусств села Бобино тоже выразила желание с нами посотрудничать. И мы понимаем, что мы можем внутри этого округа, учитывая сильные стороны каждого из этих учебных заведений, и учитывая те проблемы, которые у каждого тоже из этих заведений есть, можем, объединив усилия, улучшить свою деятельность в тех или иных направлениях. И нам просто интересно друг с другом общаться, все равно это что-то новое, интересное. Я думаю, что вот мы снова учебного года опробуем эту модель, и потом можно встретиться, сказать, что у нас получится. Вы с этого года становитесь опорной школой? Мы стали уже опорной, да, вот пока шла подготовительная работа, да, пока мы входили в это положение. Но, конечно, хотелось бы еще... Вот опорную школу порой представляют, она будет делиться ресурсами. Да, обычно говорится об этом, да, что учителя из опорной школы будут ездить в отдаленные села. Она будет, кроме кадровых ресурсов, предоставлять материально-технические ресурсы и так далее. То есть ребята будут приезжать к вам? Мы, конечно, кое-что можем предоставить. Я, например, знаю, что вот в свое время, когда был национальный проект образования, у нас в школу были поставлены новые кабинеты физики, химии, биологии. И, соответственно, у нас есть оборудование, которое нет в маленьких школах. И когда готовятся к экзаменам, у нас ребята из сельских школ приезжают и пробуют на них, да, потому что на экзаменах такие задания могут быть. Мы можем предоставлять, может быть, еще какое-то оборудование. Но сами мы испытываем очень острый дефицит ресурсов, что кадровых, что материально-технических. То есть последние вот эти крупные вложения, как учебного оборудования в школы, это было как раз во время этого проекта национального образования, который завершился где-то к 2012 году. То есть 6 лет назад. Да, оборудование поставляли в 8-м, 9-м, 10-м годах, поэтому оно само по себе тоже уже устаревает. То есть нужны определенные вливания очень серьезные в сами эти опорные школы, чтобы им было чем делиться, или вот в эти округа, чтобы можно было наладить систему, когда несколько учебных заведений пользуются вот этим оборудованием. Этот момент. Ну и, конечно, кадровая проблема, она существует и для опорных школ тоже. Мы ее тоже переживаем по целому ряду дисциплин. Кого у вас не хватает сейчас? У нас, может быть, на новый учебный год мы все уже нашли, но мы просто-напросто уже упрашиваем пенсионеров как раз поработать, пусть на маленькую нагрузку, кто-то берет 9 часов, кто-то 12 часов. Но люди заслуженные, их уважают за прежние заслуги. И мы их упрашиваем, чтобы они поработали и ждали наших же выпускников, которые сейчас учатся на педагогической специальности еще год-два. Они выйдут, и вот мы их, конечно, ждем. А вы их как-то по целевому направлению на учебу отправили? Или просто вот ребятам в свое время, когда они выбирали, куда поступать, говорили о том, что поступай на педагогическую специальность, вернешься домой, будешь здесь работать? — Каждый год работаем с теми ребятами, которые хотели бы получить педагогическую специальность, и подбираем, просим порой у некоторых вот эти целевые договоры заключать. Не все, правда, идут на это. Некоторые учатся на педагогической специальности, но не заключают. И потом в течение еще студенческой жизни мало ли что там у них изменится. Не все возвращаются, но часть возвращается. Вот в этом году к нам молодой специалист, учитель английского языка. Самая сложная проблема — это, конечно, учителя иностранного языка. — Серьезно. — Самая востребованная, и кого больше всего не хватает. Тем более же у нас сейчас идет еще изменение в учебного плана. Там второй иностранный ввели. Просто катастрофически не хватает. И мы очень рады, что к нам приходит наша же выпускница сегодня, и будет работать с 1 сентября. — То есть у вас каждый год такая история, когда приходит кто-то из ваших выпускников? Или это год на год не приходится? — Ну, в последнее время кто-нибудь приходит. — Понятно. — Пусть один. Мы каждый год сейчас будем ждать, чтобы один, двое к нам кто-то приходили. — В общем, кадровая проблема есть даже для опорных школ. — Да. И проблема, конечно, возникнет прежде всего транспортно, учитывая те расстояния, которые у нас есть. Пусть даже это ближайшие школы. Но мы можем в более выгодной ситуации, потому что у нас хотя бы везде асфальт. Для нашего школьного округа это будет меньшей проблемой. А, так скажем, все равно эта проблема возникнет, потому что на чем ездить, как добираться, в какое время. Потому что если ты поедешь из опорной школы в обычную муниципальную, помогать там, закрывать какую-то дырку, то в это же самое время ты не проводишь часы в своей школе. Обещали выдать педагогам машины высокой проходимости, Шевролиниеву, по-моему, если я не ошибаюсь. — Ну это все на уровне фантастики. — Ясность появилась какая-то? — Нет. Я думаю, что это... У нас просто не располагает регион подобными средствами. Мне так кажется, что это... Какие-то предварительные вещи самые, может быть, такие смелые, даже несбыточные, фантастические. Они все, наверное, прорабатывались. Но неинтересно сами по себе так подумать. Вдруг такое может быть, да? Вдруг что-то там произойдет. Но, конечно, когда до реальности доходит, до воплощения, когда мы не можем какие-то проблемы решить гораздо более приземленные, то тут не до автомобилей уже. — То есть вообще непонятно, как будет пока работать система? — Как мобильный учитель будет работать, непонятно. — А дистанционное образование? Вот то, о чем тоже заявлялось. — Ну, дистанционное образование у нас работает. В области уже довольно успешно, много лет через центр дистанционного образования там сотни детей обучаются. Обучаются и дети-инвалиды, и дети, например, спортсмены, которым часто приходится куда-то уезжать. — Здесь-то я так поняла, что речь идет о том, что ваши педагоги будут, условно говоря, сидеть перед камерой и давать какой-то материал, а ученики школы в удаленном селе, не знаю, они будут смотреть просто все это на экране компьютера. — В принципе, технически это сейчас возможно, не со всеми школами, потому что в некоторых удаленных школах... — Вот в вашем округе, при вашей школе опорные те школы, про которые вы говорили, они все значимы для них? — Да, там достаточно скорости интернета, чтобы это организовать. Просто здесь у нас еще под городом областным, поэтому нет таких катастрофических ситуаций, когда вообще бывают у нас, да, вот когда в течение учебного года в какой-нибудь школе удаленной нет 5-6 педагогов по разным предметам, им просто деваться некуда, надо вот эта дистанционка. Здесь все-таки можно решить вопрос с совместителями. Вот мобильный учитель у нас будет совместителем, то есть можно, если у него не позволяет нагрузка приехать там и пару дней потратить на другую школу, то это мы будем использовать. А вот дистанционное образование, оно тоже, в принципе, возможно, но я не со всеми его сторонник. Я все-таки думаю, что это только в самых исключительных случаях, когда не нашли вот учителя иностранного языка и нет никого, и в принципе не могут найти, а учить детей надо, то, ну да, на данный год, продолжая эти поиски все-таки учителя, которые будут в самом классе находиться, к этой форме можно обращаться. Но именно как в исключительных случаях это все равно обучение по удаленке маленьких детей, ну маленькими я даже называю всех там вплоть до... Подростков. Да, до 11 класса. Ну может быть, в 10-11. Да даже и... Все равно должен будет человек сидеть с этими же детьми в кабинете и смотреть, что они делают. Должен быть контакт глаза в глаза, да? Конечно. С детьми иначе невозможно. То есть против дистанционного образования, как постоянной такой истории вы выступаете, а против каких-то вот, может быть, не знаю, открытых уроков, да? Вот это вот все, это же тоже может быть, правда же? Ну вот для школьников, мне кажется, интересно. Вот есть Мария Ивановна, которая у нас постоянно ведет какой-то предмет, а вот там Иван Петрович, например, из другой школы. Вот он как-то вот по-другому немножко об этом рассказывает, и это тоже интересно. Игорь Олин, директор средней школы поселка Вахруша Слободского района в нашей студии. Мы сейчас прервемся на рекламу и вернемся в студию. Игорь Олин, блогер и директор школы поселка Вахруша в нашей студии. Мы продолжаем говорить об образовании в Кировской области, ну и не только в Кировской, как выясняется, потому что вот вчерашнее тоже буквально заявление министра просвещения Ольги Васильевой. Она сообщила о том, что через 4 месяца в школах Российской Федерации начнут внедряться систему распознавания лиц. Пока это будет в пилотном режиме, в какой-то небольшой школе, называлось там количество учеников, менее 600 учеников, пункт населенный пока не называется, не знаю почему. Вот, а к 24-му году система распознавания лиц должна работать в каждой российской школе, сказала Васильева, это безопасность детей. Вы как относитесь к этому предложению? Как вам кажется, насколько оно, там, не знаю, своевременно и насколько необходимо? Потому что это в любом случае траты. Может быть, деньги эти стоило на что-то другое направить, например? Я не помню, она говорила или не она, кто-то из политиков федерального уровня. Недавно информация проходила, что у нас, по-моему, около 2000 школ в России, где нет теплых туалетов, где нет просто канализации. И вот эта проблема, она мне как-то помнится, много раз озвучивалась, еще и в 90-е годы, потом в 2000-е годы, то есть прошло уже 25 лет. И по-прежнему такие школы еще существуют, и не одна-две, а сотни. И мне кажется, сейчас ставить задачи по внедрению каких-то новых технических, вот этих новостей, не совсем понятно, с непонятным назначением, распознавание лиц, кого там распознавать, учителей, детей. Детей, учителей, посторонних. Ну, мне не совсем ясно, для чего это нужно делать. Лучше давайте сделаем во всех школах теплые туалеты, проведем капремонты, чтобы у нас не было ветхих школ. Вот справимся с одной задачей, которую много лет, десятилетиями, каждый новый министр образования ставит и сдает потом полномочия. Оказывается, новому министру нужно опять решать эти же самые дела. А потом доберемся и до распознавания лиц, если это будет нужно. Потому что безопасность, она в том числе, наверное, и санитарная тоже важна. Ну и здоровье, в конце концов, у ребенка. Потому что когда он в 30-ти градусный мороз выходит, извините, на улицу, это, наверное, не самая хорошая история. Мне непонятно, откуда иногда берутся вот такие заявления. Ну, мне кажется, это, в общем, такая вот история с какими-то инновационными технологиями, которые должны внедряться в школу. Ну, то есть там мало того, что оснастить компьютерами, но вот оснастить еще и системой электронного распознавания лиц. Ну, вот у меня школа, у нас два здания. Одно здание, где учатся дети начальных классов, оно дореволюционной постройки еще. Капитальный ремонт был в начале 60-х годов. И вот если бы министр приехала к нам в школу, вот она бы просто реально посмотрела, что у нас кое-где... Ну, конечно, мы меняем время от времени постепенно, но все равно сейчас 2018 год у нас есть еще помещение, где лампы накаливания. То есть можно историю изучать, да, лампочка там Эдисона. Где-то у нас парты и мебель, ну, не знаю, может, там 70-х, 80-х годов. Ой, у вас еще сохранились вот эти вот парты с наклонными столиками и откидными крышечками? Нет, такие-то уже не сохранились. А жаль, между прочим, они удобные были. Вот, поэтому давайте решать те насущные проблемы, которые есть в подавляющем большинстве учебных заведений до распознавания лиц. Элементарно, да, вот ребенок пришел, чтобы ему было комфортно, удобно, чтобы была нормальная парта неисписанная за десятилетия, там его еще дедушками и бабушками, чтобы освещение было нормальное, окна стояли современные, пол был без трещин там и так далее. Вот когда мы все эти проблемы решим, я думаю, можно будет переходить вот к этим техническим новшествам. Ну, здесь видите, Васильева говорит о том, что вот повторялись эти случаи неоднократно, да, в российских регионах, когда в школы приходили подростки, в том числе там и с оружием, да, и все это заканчивалось трагически. Либо для одноклассников, либо для учителей, либо для тех и для других. Но я, честно говоря, тоже не очень понимаю, каким образом система распознавания лиц защитит школу от ее ученика, который вот имеет такие нехорошие намерения, условно говоря. Хорошо. О школьном самоуправлении спрашивает Вас наш слушатель. Как Вы считаете, нужны ли детям выборы в органы школьного самоуправления, президент школы, совет школы и так далее? Помогают ли такие выборы воспитать ответственных граждан? Ну, и вспоминает о том, что сам учился в школе в 90-е годы, у нас все это было. Теперь, насколько знаю, школьные выборы отменили, зато ввели закон Божий и юнармию. Но это не везде, слава Богу, пока. Тоталитарное государство. Вот у Вас в школе есть подобные вещи, и как Вы считаете, они нужны вообще, они помогают действительно воспитывать ответственных граждан? У нас есть. Выборы проходят ежегодно. У нас избирается школьный президент. Обычно кто это бывает? Разные совершенно ребята, но, как правило, конечно, старшеклассники, представители 10-го или 11-го классов. Всегда бывают очень интересные, у них предвыборная кампания, они выходят с определенными идеями. И довольно острая бывает борьба предвыборная, самая настоящая, демократическая. Вот в этом году мы немножко вмешались в процедуру. Административный ресурс включили? Ну да, учитывая то, как у нас происходит в целом, в обществе, чтобы были готовы к таким ситуациям в нашей стране. И мы посчитали, что на второй тур выборов, окончательный, все-таки перед этим будет введен предварительный некоторый отбор по портфолио. То есть человек должен представить, что он в предыдущие годы действительно проявил себя по общественной линии, по учебной, по какой-то еще. И, соответственно, дети же рассматривали портфолио, они должны были по баллам определить из заявившихся кандидатуры, которые выйдут на окончательное голосование. Много их было, этих кандидатур? Потому что, когда у нас было, например, шесть кандидатов, то голоса расходились таким образом, что буквально один-два голоса решали. Ну и на наш взгляд, может быть, на взгляд даже многих детей, тот, кто побеждал, он потом не проявлял всех тех качеств, которые могли бы проявить его соперники. Вот мы решили такое ввести изменение, и у нас целая петиция была противников, под которой подписалось более ста детей, более ста пятидесяти. И мне пришлось встречаться с активом, те, кто эту петицию подписывал, и мы решали вопрос, как бы слушали друг друга, в конечном итоге пришли к какому-то решению у нас более-менее устраивающему обе стороны. А президент выбирается, у него какие-то дополнительные заместители, министры и прочее, это все есть? Да, у нас есть целая... Те ребята, которых не выбрали президентами, они каким-то образом могут поучаствовать в жизни школы? У нас существует целое государство, называется «Школьная инициативная команда» ВКонтакте, оно тоже, это государство есть, вот кому интересно, могут даже посмотреть, как она работает. Там более тысячи подписчиков, то есть на протяжении многих лет выпускники многие состоят, и, соответственно, существуют всякие структуры, совет лидеров, где готовятся определенные проекты или отвечают за определенные направления. Но это все на уровне школы? Мы работаем на уровне школы и очень активно сотрудничаем с Комитетом по делам молодежи Слободского района, проводим, помогаем в проведении всех крупных районных мероприятий, которые проходят в Слободском районе. То есть наши активисты всегда, если что бы ни проходило, они всегда там или что-то проводят, или помогают что-то проводить, как волонтеры. В некотором смысле вы, получается, их уже в жизнь готовыми, такими активными гражданами выпускаете, да, которые привыкли отвечать за свои поступки, да, и принимать решения какие-то. Игорь Олин, директор средней школы, поселка ВАХ, Рошеслободского района в нашей студии. Две минуты буквально остается. Все-таки я вас хотела спросить про футбол. У вас, судя по вашему блогу, не самые популярные позиции. Вы считаете, что чемпионат России, это вот не такое прям вау-вау, и российская команда, ее выступление, это тоже не совсем прям вот шедевральная какая-то вещь. Вот, а я вас хотела спросить вот о чем. Как вам кажется все-таки, чемпионат повлияет на увлеченность детей спортом или нет? И вообще вот мероприятие такого формата? Ну, с течением времени в жизни много что меняется. Я учился читать по советскому спорту, и много десятилетий его выписывал, и был ярый спортивный болельщик. В последние годы практически перестал следить за ним. Такая метаморфоза произошла, в том числе потому, что спорт стал какой-то частью политической машины, что ли, пропагандистской машины во многом. И меня это стало отталкивать немножко вот от спортированных соревнований. Но в то же самое время я помню, как, будучи молодым человеком, как-то записал там в дневнике, что вот сейчас бы до чемпионата мира, там два месяца, например, оставалось, я бы не хотел умереть, потому что вот так ждал этих матчей. Я думаю, и сейчас многие молодые люди, конечно, ждут, болеют. Для них это большая ценность. Я их мне не уважаю. Конечно, я думаю, для многих мальчишек станет поводом, причиной прийти в футбольные секции или какие-то спортивные секции, потому что это ярко, красиво, это здорово, так должно быть. Но плохо, если их впоследствии начинают использовать для каких-то некрасивых политических игр. И используют, например, открытие чемпионата мира с целью объявления о проведении пенсионной реформы и повышения пенсионного возраста. Как прикрытие. Как прикрытие, да. Понятно ваша позиция. Игорь Ольгин, директор средней школы поселка Вахруша, Слободского района, активный блогер, был в нашей студии в программе «Особое мнение». На этом мы с вами прощаемся. Время наше подошло к концу. Игорь Витальевич, спасибо. Спасибо вам. Всем до свидания. До свидания. Особое мнение на 101FM